Александр, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Всё ли в порядке? Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Я вас очень хорошо слышу. Ну вот, давайте начнём с нашего... Мы с вами фанаты Владимира Владимировича Путина. Внимательно слушаем и ловим каждую его реплику. И поэтому иногда бывает, ну очень редко, но иногда бывает, что его реплики нужно как-то растолковать. Значит, Путин считает, что поскольку за Уралом живёт всего 12 миллионов человек, то газ туда проводить не очень-то и нужно. Хотя вроде там живёт более 30 миллионов человек. Ну, в общем, давайте послушаем, что он сказал. Ну вот, ну а восточная часть не развивалась раньше. Я вообще так исторически согласился. Ну, я думаю, что тоже понятно, почему. У нас за Уралом проживает 19 миллионов человек. Ну, к каждому населённому пункту очень трудно не подтащить трубу. Здесь, конечно, к Владимиру Владимировичу у меня много вопросов. Но давайте сначала вы разъясните, как вы это понимаете, то, что он говорит. Вроде извинительные нотки, но вроде и 12 миллионов человек. Потом такая замечательная фраза «так исторически сложилось, и поэтому, а он-то у власти 20 лет, 22». Ну, в общем, поясните, я не очень понимаю. Ну, это такие, знаете, такие удивительные, конечно, откровения. Неуважительные откровения по отношению к этим. Ну, пускай будут даже 12 миллионов, но получается, что это люди как бы второго сорта. Я уж не знаю, там, второго, третьего, какого угодно сорта. Вот они там находятся, они там живут. Вот только исторически сложилось. Ну, и сложилось, и сложилось. Значит, им жить в таких условиях. А у него, соответственно, у него другие заботы. Он человек, который мыслит глобально. У него другие исторические параллели. То есть, конечно, это все очень удивительно звучит, но звучит в том смысле, что он не стесняется даже так открыто говорить. Мы, видимо, абсолютно безразлично, как эти люди это воспримут. Что им можно такое сказать в лицо. Вот вам так жить. Так исторически сложилось. Вот ваш уровень. И он уж... Это, конечно... Да, что тут еще скажешь? Вот так. Да нет, ну да, тут многое можно... Ну да, ну, в общем, вы правы. Неуважительное. Неуважительное. А ему и не скажешь, что это неуважительное. Но он же вроде правду говорит, да? Ну, вы понимаете, он же очень хорошо вжился вот в этот образ царя, который находится высоко. У него же такой поучительный тон в последнее время стал со всеми. Вот он, историкам он рассказывает, как писать историю. Военным он рассказывает, как воевать. Вот людям там он рассказывает, что вот, в принципе, без газа, ну и жить. Ну, жили и жили, будете дальше жить. Он же так не живет, самое главное. То есть там у него мышление же абсолютно такое иерархическое. Он разделяет россиян совершенно откровенно на россиян первого сорта, второго сорта, третьего сорта. Ну вот, а тем, кому вы положить за Уралом, вот такая у них, собственно говоря, жизнь, такое существование. Такая судьбина, судьбинушка, да, у них. Хорошо, давайте дальше смотреть. Значит, вагнеровцы, которые, вы знаете, у них там определенные сложности с зэками, поскольку на зэков, зэки теперь востребованы другими частными армиями, скажем так. Он пошел в психиатрические больницы, ну и так далее. В общем, как это, в психиатрической больнице по нитке, значит, ЧВК Вагнеру, там, солдатики или девочки какие-то, в общем. Короче говоря, вот я вам сейчас покажу то, что мне очень нравится. И я считаю, что это правильно. Вот это Россия будущего. Не подумайте, что я вам буду показывать что-то про Навального. Я показываю вам изобретательность, изобретательность людей. Вот, значит, посмотрите рекламный ролик, который выдается юзерам перед просмотром кое-какого видера. Видео, видео. То есть рекламный ролик перед видео. Смотрите. Мне кажется, что креативно и абсолютно, я не знаю, сколько людей пойдет, но зашел на Порнхаб. Причем, что интересно, деталь. Реклама запускается, значит, для тех, кто на территории Российской Федерации. Понимаете, да? То есть вот так, для внутреннего пользования. Ну что, и хорошие советы, и действительно много одиноких идут на Порнхаб, делают то, что говорит этот миловидный голос, значит, с собою себя удовлетворяя. А ты удовлетвори себя, иди в ЧВК «Вагнер». Хорошая идея, согласитесь. Креативно. Ну, идея очень оригинальная. Ну, наверное, интересно, что они там ищут свою целевую группу, что полагают, что посетители порно-сайтов должны откликнуться. Это такой первый момент. А второй момент, ну, он выглядит немножко странно. В принципе, я так могу себе представить, что люди, которые заходят на эти сайты, они заходят всё-таки с немножко другими целями. Не хотят они думать о войне и о всём этом. И когда им выскакивает такая... Нет, тут мне кажется немножко другой подход. Здесь правильно выбрана целевая аудитория с точки зрения того, что это в основном одинокие мужчины. Понимаете? Одинокие мужчины. Просто вот эти одинокие мужчины, которые заходят, это смотрят и это видят, скажем так, если они вот при посещении этого столкнутся с войной, то вполне возможно, что у них желание, за которым они пришли на этот порно-сайт, собственно говоря, и отпадёт. Потому что мысли будут заняты другими. Поэтому с точки зрения Порнхаба, может быть, это не очень разумно, давать Пригожину возможность размещать там рекламу, потому что это может отразиться на посещаемости сайта. Но, скажем, Пригожину в том смысле нужно отдать, конечно, должное. Но это не он, это пиар-компания, которая за ним стоит. Они, конечно, действуют довольно оригинально. И об этом говорят. Вот то, что я даже смотрел, ролик, он же много где сейчас фигурирует, его обсуждают. И таким образом и Пригожин, и Вагнер, они снова в центре внимания об этом говорят. Вот видите, мы с вами тоже об этом говорим. А если бы он, может быть, этот ролик и не выпустил, может быть, мы бы эту тему и не подняли бы. А как вам кажется, почему Пригожина все-таки отодвинули довольно решительно? Ну, мне кажется, что они его отодвигают, потому что он не командный игрок, и он игрок без правил. Он не играет по правилам, у него с тормозами довольно плохо, и он не понимает правила игры. Возможно, он действительно решил, что ему в российской системе власти все позволено. Он может нападать на кого угодно, что он может оскорблять кого угодно, потому что Вагнер — это такое передовое подразделение Вагнера. Определенные успехи по сравнению с остальными частями российской армии есть. А сейчас они ему показывают его место, и он для них постепенно становится такой отыгранной картой. Он свое, собственно говоря, сделал. Теперь его постепенно пытаются утилизировать. Ну, хорошо. А почему его не утилизировать или добавить к нему еще и утилизацию Гиркина-Стрелкова? Они же впрямую, вот в последних роликах, они просто впрямую клянут власть российскую, военную и не только военную. Ну, я бы тут, пожалуй, отметил два фактора. Первый — это то, что особенно на Западе существует точка зрения о том, что Путин является очень решительным человеком, и что решения, особенно серьезные, неприятные решения, ему даются легко. Вот так вот, по щелчку. А скорее всего, мы имеем дело с человеком все-таки довольно слабым, весьма нерешительным. И любое серьезное решение с последствиями, оно ему просто дается тяжело. А с точки зрения вот избавиться от таких людей, как Пригожин или Гиркин-Стрелков, это нелегкое решение. Это первый момент. Второй момент. Все-таки у Пригожина, и особенно у Стрелкова, есть аудитория. И аудитория серьезная. Стрелкова действительно, он, наверное, на сегодняшний день военный блогер номер один в России. Причем даже странно такое говорить, но это, наверное, самый объективный военный блогер, если мы, конечно, выберем все эти идеологии, которые он распространяет. Но по тому, как он оценивает, он враг Запада, он, безусловно, жуткий враг Украины, но он честный враг. Он человек, который говорит и пишет правду, как он видит. Он не приукрашивает. У него есть серьезная аудитория. Поэтому избавиться от него, попытаться заткнуть ему рот или что-то с ним произойдет, это ударить по этой аудитории, для которой он является серьезным героем, серьезной фигурой. Поэтому, я думаю, Путин не знает, что, если Путин вообще следит за его деятельностью, окружение Путина, они не знают, что делать. С одной стороны, они бы его хотели заткнуть, но Гиркин фанатик. Гиркин-то в каком-то смысле его деньги, его материальное не интересует. Он за свою идею борется. В этом смысле он гораздо честнее, чем Путин и все это окружение. Так что его закрыть очень сложно. Он же сам говорит, его можно посадить, его можно убить. А как-то с ним договориться, может быть, я не знаю, купить его, наверное, все-таки нельзя, потому что он фанатик. Интересная точка зрения. Учительница из оккупированного Бердянска записала обращение. Говорит, что уже который месяц подряд учителя не видели своей зарплаты, но кое-что вместо этого получили. Давайте посмотрим. Уважаемый господин Рогов, мы вам очень благодарны от всего педагогического объединения за то, что вы создали такую прекрасную азбуку для нашего молодого поколения. Но я вас очень прошу, не забывайте о своих педагогах, ведь мы уже который месяц не получаем зарплату. Скажите, с каким настроением, с каким позитивным отношением к своей работе мы будем идти на эти уроки? Книга прекрасная. Детям приятно будет взять в руки. Но я вас очень прошу, не забывайте о своих учителях. Ведь мы живые люди, и у нас тоже есть дети, и мы должны кормить свою семью в первую очередь, чтобы идти с хорошим настроением, нести позитив нашим молодым поколениям. Вот я думаю, она понимает взаимосвязь между буквой «З» и тем, что у нее нет зарплаты? Думаю, нет. Думаю, как раз таки не понимает. Но она абсолютно не понимает, мне кажется, процессы, которые происходят. Она обращается к Рогову, к оккупантам назначенному Рогову, и она полагает, что этот человек действительно заинтересован каким-то образом ей помочь. И что может быть то, каково положение людей, на это может как-то повлиять и оценка Рогова со стороны его вышестоящих российских функционеров. А то, что ни Рогова, ни россиян, ее судьба не интересует, ее зарплаты не интересуют, и что деятельность Рогова будет оценивать не по положению учителей, а по тому, какие он книжки издает, и насколько он лояльный, и насколько он распространяет российскую пропаганду, но она это не понимает и не хочет понимать. А для того же, для этих людей, которые используют этот шанс, оккупационный шанс, чтобы сделать карьеру, определенную, и кто эти люди, кем бы они были, если бы не состоялась вот эта оккупация, они же никаких серьезных постов не занимали, и занимать, собственно говоря, не будут. Они калифы на час. Вот сейчас их время. Оно пришло. Они это время используют. Но вот Рогов, он и вкладывает в то, что может позволить ему в будущем, если все сложится для него довольно плохо в Украине, и Украина вернет эти территории, то тогда он может пытаться себя представить таким лояльным и рассчитывать на какие-то будущем карьеры, преференции в Москве. Поэтому в России он на это и делает акцент. Ему и учителя не интересуют. Да, вы знаете, эта новость, она вчерашняя, но она мне очень понравилась, что Россия, есть предложение, чтобы Россия выпускала облигации, военные облигации внутреннего займа. Деньги кончаются, и поэтому вот как, ну, вы помладше меня будете, а я вот помню, как мои родители, у них были пачки этих облигаций, вот нужно было обязательно их покупать в обязательном порядке, в обязательном порядке покупать. За это был розыгрыш раз в месяц в газете «Известия». Там можно было выиграть 5 рублей, а можно было даже 150 рублей, а кто-то выигрывал и 500 рублей. Вот. Ну, а потом началась перестройка, и все эти бумажки превратились в бумажки. Вот, собственно, и все. Вот видите, они сейчас, есть, как они говорят, временные трудности, но мы их решаем. Устроили фейерверк врагам. Сейчас мы посмотрим это. Артиллеристы Легиона Свободы России устроили хлопок. Ну, вы знаете, что такое хлопок. На складе боекомплекта противника под Торецком уничтожен сам склад со всеми находящимися там боеприпасами, а также выведены строя 120-миллиметровый миномёт и его расчёт. Вот давайте посмотрим всю эту историю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут я хочу вам задать совсем не военный вопрос, потому что, ну, мы с вами как бы вот это посмотрели. Вопрос политический. Я не знаю, видели ли вы, значит, запись Шендеровича, где он ругает Украину за то, что она, ну, как сказать, скажем мягко так, связалась с радикалами. У нас есть время. Давайте послушаем Сикрон Шендеровича. Почему? Потому что дело не в его обвинениях, а дело тут гораздо шире. И вот вам придётся это объяснить. Давайте вот нам предложили послушать. Вот так. А за мальчика Фёдора говорите. А теперь давайте приглядимся к ситуации медленно. Значит, как стало известно, совершенно достоверно, этот бандитский налёт на Брянскую область, да, был совершён русскими нацистами, воюющими сегодня в составе добровольческой русской армии на стороне Украины. Тем не менее, я сильно поздравляю Украину с такими партнёрами. Сильно поздравляю с такими союзниками. Так вот эти, с позволения сказать, союзники, да, Украины, добровольческий русский корпус, состоящий из нациков. Это нацики были, да, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками. Тут по фактам я бы мог очень много возражать Виктору, потому что он не очевидности, вот скажу одним предложением, он не очевидные вещи называет очевидными. А на самом деле информация у него не точная. Но я не хочу, это самое, у нас свободный канал, вот его точка зрения. Я хочу вас спросить о другом. Вот есть такое правило. Враг моего врага — мой друг. А может ли Украина использовать врагов России? Ну давайте к этому подойдём абсолютно просто и прагматично. Украина в этой войне мыслит эгоистично. Это абсолютно нормальное мышление в эпоху войны. Украина борется за существование, потому что совершенно очевидно и никаких вопросов уже давно по этому поводу нет. Целью Российской Федерации в этой войне является порабощение украинского государства, уничтожение украинского государства. И там открыто даже говорят уже о так называемой деукраинизации. Да и, собственно говоря, украинцам как народу, как нации отказывают в праве на существование. Когда с Украиной воюют такими методами, и когда российские вооружённые силы применяют известные методы, ну что тут рассказывать, помним просто Бучу, Мариуполь, Бородянку и так далее. Когда идёт такая война, ну насколько можно всерьёз говорить о том, что Украина как-то избирательно должна относиться к своим методам. Украина действует эгоистично. Эти люди готовы воевать. Даже независимо, я же не буду вдаваться в подумки, кто такие эти люди, какое у них прошлое, что они хотят. Эти люди готовы воевать на стороне Украины. И поэтому было бы странно, если бы Украина в сегодняшних условиях от этих людей отказалась. Я вам, если позвольте, приведу ещё один пример. Конечно, конечно. По оценкам немецких спецслужб, сегодня в Украине воюет несколько десятков людей, которых Германии считают неонацистами. То есть что значит считают неонацистами? Они проходят, они зарегистрированы немецкими спецслужбами. Немецкие спецслужбы ведут их как неонацистов. Вот известно, что эти люди, несколько десятков, по-моему, если я не ошибаюсь, они выехали в Украину. На чьей стороне они воюют, собственно говоря, неизвестно. Они могут воевать частично на украинской стороне, они вполне могут воевать частично и на стороне российской и прочее. Но в том случае, если они воюют, даже представим себе, что они воюют на украинской стороне, вот приехали люди, может быть, у них даже есть какое-то там начальное военное образование или вообще какое-то военное образование, и они говорят, мы готовы бороться на вашей стороне, вот мы готовы бороться за Украину. Было бы странно, если бы сегодняшняя украинская власть, вообще бы, вообще украинские вооруженные силы, причем без власти, сказали бы, ну нет, вы нам не нравитесь, вот как-то вы нам не очень подходите, поэтому да, у нас людей не хватает, сил у нас мало и Но мы от вас откажемся. Мы будем воевать в белых перчатках. Дело в том, что в белых перчатках не воюете. Нет, вернее, в белых перчатках можно воевать. Но в белых перчатках, если будешь воевать в белых перчатках, войну проиграешь. А Украина не может себе позволить проиграть эту войну. Да, да, вы правы, вы правы. Давайте еще посмотрим видео. Оно довольно странное. Потому что непонятно. Это Стёб. Ирина Абдульна, моя редактор, которая готовит эти сюжеты, она написала, что то ли это реклама чайника, то ли пропаганда молчать и терпеть. Ну, Ирина, я думаю, что это точно не реклама чайника. А вот наш гость сейчас посмотрит, Александр, и скажет, что это такое на самом деле. Ну, это такая, знаете, дурная самодеятельность. Но сказка ложь, а в ней намек. Давайте посмотрим. А сейчас я ему задам какие-нибудь провокационные вопросы на политическую тему. Эй, чайник, чей Крым? Он молчит. Эй, чайник, как ты относишься к спецоперации России в Украине? Молчит. Эй, чайник, а как ты относишься к частичной мобилизации? Молчит. Ну да, пыхтит, воду греет и молчит. И молчит. Реально умный чайник, умнее некоторых людей. Да, некоторые люди много неприятностей нажили, отвечая на такие вопросы. А чайник выбрал довольно мудрую стратегию. Он просто молчит и всё. Молчит, пыхтит, воду греет. Да, это мечта любого работодателя. Какой сотрудник? Мечта любого работодателя иметь сотрудника с интеллектом, какой-то чайника, который будет выполнять свою работу и не говорить лишнего. Реально умный чайник. И реально красивый. Редкое сочетание красоты и ума в чайнике Китфорд 633. Мы пьём чай из умного и красивого чайника. Под нами пуфик и на пофиг. И пуфик. И чайник. Вот такая вот история. Вам нравится такое народное творчество? Ну, забавно. Но на один момент я бы обратил внимание. Эти люди в своей рекламе, они говорят не специальная военная операция на Украине, они говорят специальная военная операция в Украине. Это то, что они говорят именно в Украине, а не на Украине. Но это свидетельствует скорее о том, что это всё-таки люди, которые, может быть, к Украине относятся весьма лояльно, если это россияне. И, возможно, это действительно определённый стёк, ну, вместе с рекламой чайника. Но, опять же, если бы не было бы этого выражения в Украине, это выглядело бы очень странно. Да. Ещё сообщу вам новость. Вот только что пришла. Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию, должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в, ну, тут написано в нашей стране, но я так думаю, что это в Польше в данном случае имеется в виду. Просто это перевод. И если к этому присоединить, вы, наверное, видели обращение таинственных тёмных людей, я имею в виду, снято без света, Путин, введи войска в Грузию, вот это вот Молдова, значит, вот это вот шатание, и в Грузии вот это хода, значит, против вступления в Объединённую Европу и НАТО. Мне кажется, что Российская Федерация не теряет оптимизма. Расшатывать, расшатывать и расшатывать. Ну, оптимизм они не теряют, они живут как бы в своей реальности политической, и, видимо, они действительно считают, что они могут и в Украине ещё достигнуть определённых успехов, но от своих планов они не отказываются. Я бы вот в этом смысле к речам Путина относился бы серьёзно. Ну, посмотрите, идёт уже война, война идёт уже больше года. Мы видим все, как она идёт, мы видим, какие достижения, в кавычках, есть у Российской Федерации. Мы видим, как в Украине люди относятся к России, насколько Украина едина сегодня в своём порыве отразить российскую агрессию. И, тем не менее, Путин продолжает свою риторику о том, что украинцы и русские – это один народ. Вот, казалось бы, и всё остальное, вся эта имперская риторика. Ну, казалось бы, просто единственное, надо очнуться на какой-то момент и посмотреть правде в глаза. Но, судя по всему, эти люди не могут. Видимо, они считают, что они всё ещё могут настроить, всё ещё могут переиграть. И всех ещё могут перетянуть на свою сторону. А те, кто добровольно на их сторону не перетянутся, могут завоевать. И в этом смысле этот план, который сейчас вышел относительно Молдовы 2021 года, превращение Молдовы до 2030 года в вассальное государство фактически, я думаю, что у них такие планы разработаны на каждую постсоветскую страну. И, судя по всему, от этих планов они пока отказываться не собираются. А удастся им что-то? Я думаю, не удастся. Главный, конечно, сейчас момент – это Украина. Мне кажется, что зубы российского империализма, они уже в определённой степени… Во-первых, они оказались не такими хорошими, а в определённой степени значительно гнилыми. И об Украину они уже сточились. Поэтому, как бы они ни старались, как бы тот чайник, как бы они ни пыхтели, но я думаю, что у них это не удастся. Путин опоздал. Путин – человек, взгляд которого направлен в прошлое, он в прошлом и остался. Время пошло вперёд. А Путин остался в прошлом. И догнать это время, и пустить историю вспять, как бы он ни пытался, как бы он ни старался, у него это не получится. Это просто невозможно. Ну, сейчас мы ещё несколько минут потратим на всякого рода курьёсы, которые я засейвил на свой телефон. Вы, извините, я хочу всё равно сказать, у меня мой голос вдруг стал идти обратно. Значит, во-первых, смешная очень вещь произошла с российской прессой по поводу фильма «Навальный», который получил Оскар. Значит, во-первых, во всех информационных сообщениях этой номинации не было вообще в России. То есть все номинации были, этой не было. А вот МК «Московский комсомолец» написал замечательный заголовок. Слушайте его. «В Голливуде Оскара получил фильм о событиях в Омске». Ну, я зрителям напомню, что имеется в виду, что там отравили его, Навального. Но о событиях в Омске. То есть вроде они и сообщили, но интересно, что там в самой статье. Там, ну нельзя же упомянуть фамилию Навальный. Как они выкручиваются? Ещё реклама. Я вам сейчас прочитаю рекламу. «На выходные в Белоруссию, чтобы почувствовать атмосферу уютных европейских улочек, совсем не обязательно ехать в страны Шенгена. Рекомендуем посетить Минск, Брест и Гродно. Там вы можете увидеть постройки XIX века, католические соборы, прогуляться по мощенным дорогам и попробовать традиционные блюда белорусской и польской кухни». И последняя фраза. «А ещё в Республике Беларусь можно оформить карту иностранного банка». Это рекламное объявление. Вот оно, пожалуйста. Поедете в Беларусь? Ну, это очень сомнительное, конечно, предложение, которое делается в том смысле, что в Беларуси действительно очень много чего можно, конечно, посмотреть и увидеть. Но то, как это обрисовывается даже в этой рекламе, там даже такое чувство неполноценности, оно присутствует, что вот в настоящую Европу, в Европейский Союз вы не попадёте. Но вас тянет в Европу. Поэтому вот... Западней, западней, западней. Что-то вы получите. Что, конечно, меня очень так удивило немножко, что они подчёркивают именно польскую кухню. Хотя можно было сделать прикладную рекламу, искать, какая Беларусь замечательная страна, сколько там всего можно увидеть и сделать, но нет. Как бы они преподносят Беларусь своего рода, ну, такой видом, такой Польши. Прихожую Польши. Прихожую Польши. Вы приехали в Польшу. Вы приехали в Польшу. Спасибо вам большое, Александр Фридман, политический аналитик. Александр, спасибо вам за ваши комментарии. Благодарю вас. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok